По различным оценкам, в Арктической экватории может находиться до четверти всех мировых запасов энергоносителей. Россия уже реализует один из проектов. Нефть в Печорском море добывает Газпром. На очереди проекта Роснефти. О перспективах арктических разработок расскажет Татьяна Наумова. Чуть севернее 66 градусов той самой северной широты. Именно тут начинается Арктика. Сплошной ледяной покров, эпизодические вторжения, дрейфующих льдов, сильнейшие ветра, снегопады и ледяной дождь. Вот лишь небольшой список сложностей, с которыми предстоит столкнуться компаниям, собирающимся укротить арктический шельф. Да и придется идти, что называется, вслепую. Освоена непокорная Арктика лишь на 2%. Профессионалы говорят, осваивать Арктику сегодня сложнее, чем космос, но делать это все равно придется. Лучшее подтверждение тому прогнозы по запасам энергоресурсов. Согласно оценке геологической службы США, это 90 миллиардов баррелей нефти, 47 триллионов кубических метров газа и еще 44 миллиарда баррелей газового конденсата. Итого 25% от всех неразведанных запасов сырья в мире. Если эти 25% перевести в нефть, то в абсолютном значении получим 375 миллиардов баррелей. Это в полтора раза больше, чем доказанные запасы Саудовской Аравии. Если разбить резервы по странам, то по оценкам на Россию приходится более половины совокупных ресурсов Арктики. Это 52%. Именно в нашем сегменте расположены крупнейшие запасы природного газа. А вот крупнейшие запасы нефти в американской Арктике рядом со штатом Аляска. Сегодня на российском шельфе открыто 20 крупных нефтегазоносных провинций и бассейнов, запасы 10 из которых являются уже доказанными. Крупнейшие из них это Баренцевский, Карский и Лаптевский. По планам к 2050 году арктический шельф будет обеспечивать от 20 до 30% всей российской нефтедобычи. А в промышленных масштабах первая заполярная нефть пойдет уже в 2018 году. Главные корпоративные форпосты России в Арктике, конечно же, Роснефть и Газпром. Роснефть это крупнейший недропользователь на российском шельфе. 44 лицензии. Оценка по запасам 42 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. В настоящее время уже под 23 лицензиям Роснефть активно работает. Под стать объемом запасов и денежные вложения. Компания планирует за 20 лет инвестировать в арктические проекты астрономическую сумму 400 миллиардов долларов. Главная ставка Роснефти это стратегическое международное партнерство. Его история берет начало в 2011 году. Тогда компания подписала знаковое соглашение о сотрудничестве с ExxonMobil. Через год у российской госкомпании появилось еще два партнера по арктическому шельфу. Энни Истатойл. Практический старт по освоению шельфа Арктики Роснефть дала в августе 2012 года. Именно тогда начались пылевые работы в Карском море. Речь идет о целом комплексе научных, гидрологических и метеорологических исследованиях. Анализе ледовой обстановки. В общем, всех тех мероприятиях, которые предшествуют любому разведочному бурению. К примеру, чтобы отследить движения айсбергов, обнаружить их скопление, необходимо вести мониторинг из космоса, а также с помощью самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Только на детальные снимки айсбергов из космоса придется потратить в среднем около 120 тысяч долларов, по 3-4 тысячи за штуку при необходимых двух, а то и трех десятках кадров. Да и вообще, затраты освоения северного богатства вопрос немаловажный. Здесь они в разы выше, чем в любой другой акватории. Для понимания порядка цифр возьмем шотландскую Керн Энерджи и ее гренландские проекты. Восемь глубоководных скважин обошлись более чем в миллиард долларов. Средняя цена вопроса это 150 миллионов, самая дорогая – 220. Но буровая установка – это лишь 40% от всех затрат. Добавьте еще сервисные услуги, затраты на доставку оборудования, мониторинг движения айсбергов, да и российский шельф суровий гренландского. В итоге бурение одной скважины в Карском море, где период безо льда составляет всего 45 дней, сейчас оценивается в 1 миллиард долларов. Но вернемся к нашим арктическим первопроходцам. Газпром начал с суши. В 2012-м покорил Ямал, создав в арктических широтах, не имеющий аналогов в мире, новый центр газодобычи. В 2013-м двинулся глубже, на расстояние 60 километров от берега, выбрав приразломное месторождение в Печорском море. Его избегаемые запасы нефти – 72 миллиона тонн. Главная гордость месторождения – морская, ледостойкая, стационарная платформа. Приразломное, уникальное сооружение с рекордными габаритами. Вес всей конструкции – 118 тысяч тонн. Это как два с половиной Титаника. Высота – 141 метр. Ненамного ниже лондонской телебашни. За сутки этот гигант добывает 22 тысячи тонн нефти и 1 миллион кубометров природного газа. Жилой блок платформы не меньше жилого дома. Команда составляет 200 человек. Работают нефтяники вахтами по две недели. 18 апреля этого года «Газпром» навсегда вписал в историю. Отгрузив первую нефть с арктического шельфа. Новый сорт – «Арка». Объем партии составил 70 тысяч тонн. Покупатель – одна из крупнейших энергетических компаний Европы. Впрочем, ее название не раскрывается. Арктика. Дело, понятно, стратегическое. Реализация которого потребует привлечения колоссальных финансовых и человеческих ресурсов. Но если проводить аналогии с процессом превращения воды в лед, покорение Арктики позволит России перевести в иное агрегатное состояние целые отрасли науки и промышленности, наделить их новыми качествами и свойствами. Ведь безопасность, эффективность, надежность – вот три базовых определяющих критерия, которым отвечают все новые технологии освоения Арктики. А значит, арктический проект может и должен стать катализатором модернизации не только нефтегазовой отрасли, но и всей российской экономики в целом.